Мы с магазина пришли. Всем привет! Вы на YouTube-канале Физрук Палки. И сегодня у нас с вами видео о наших покупках в магазинах. Какого? В каком магазине это был? Я не помню, в каком магазине был. Я был в неадеквате. В неадеквате? Магазин Света Форд. И говори, пожалуйста, погромче. Потому что... Так вот! Ну не так громко. Это я есть не буду. Так, подожди ты, что-то сильно быстро. Вот это вот казинаки. Стоят они, по-моему, 50. Давайте, давайте. Давай, цены озвучивай. Так, казинака. Да. Подсолнечные. Очень Палыч любит. Я тоже очень люблю. Но они такие калорийные. Так. Вроде как считается полезная сладость, но очень калорийная. Казинак подсолнечный, донские сладости. 51,90. Вот. Все, давай, следующее штука. Опа! А тут все будет в перемешку. И еда, и не еда. Это что такое? Это чистящее средство для унитаза. Ооо! Классная вещь, кстати. Так. Это нам подарили, по-моему. Укола 80 рублей она стоит. Это нам подарили. Так, это не конфетка-микс. Понятно. Это не печенье. Доставай тогда. Печенье нашел. Подожди, подожди. Подожди. Соус. Сереж, мы так будем очень долго распаковывать. Тарелка плоская. Я не нашел какие-нибудь. Реально в чеке. Да, конечно. Чистящее средство для унитаза. Вот это 1,50. Ладно. Вот это любит Надюха и любят все. Не все. Это любит Палыч. Печенье овсяное. Единственное печенье, которое он ест. Это у нас, по-моему, Черногорское. Кондитерский концерн. Какой-то. И стоит она что-то 61,90 за килограмм. Ну, поэтому понимаете, что там в составе. Да подождите. Что там в составе может быть. Мука пшеничная, второй сорт. Крошка печенья. Ой-ой-ой, лучше не читать. Сахар, маргарин. Масла натуральные, модифицированные. Пальмовая. Соль, аромат. Ну, короче, тут капец состав. А лучше химия. Сплошная химия. Сплошную от ГМО, наверное. Ну, нам как бы... А, ну, не написано без ГМО, кстати. Ну, нам как-то хочется. И все это дружно поливаем сгущенкой славянка. Да, она тоже стоит около, там, 70 или сколько-то рублей. Если еще не дешевле, целый литр, наверное, ее. Белгородская. Содержит растительные масла. Ну, короче, самая дешевая. Сейчас я скажу. Самая дешевая. Сгущенка сахаром 68,90. И здесь ее объем не могу найти. А, 1000 грамм. Килограмм, короче, сгущенки. Ну, тоже поняли, да, по составу. Читать не надо, наверное. Если кто заморочен на составе, то лучше такие вещи не читать. Ну, тут, конечно, да, тут капец. Состав сахар, сыворотка молочная, сухая, масло сливочное, заменитель молочного жира. Ну, и, короче, еще там много всего другого. Вот это я купил себе. Да, Сережа не мог пройти, ну, видите, у нас кухня такая. Сережа не мог пройти мимо вот этой оранжевой тарелочки. Кстати, стоит она тут 60 чем-то рублей. И такое качество у нее прям суперское. Ее нужно в микроволновочке греть. Написано, цвета в ассортименте, но был только вот такой. И вот такой тоже. Ну, это салатник на самом деле. Ну, у Палыча это будет суповая миска. Такая нормальная, хозяйственная суповая миска. Солочный цвет мой. И, кстати, прикольно так даже сочетается, да? Субботя. Я еще тут парень. Но это не мое. А, вот это вот я люблю. Сейчас я вам расскажу по этим батончикам. Всегда беру из конфет, конкретно вот такие батончики. Порт, парк-порт, эти я люблю. Маневр, это как Марс. Я их не очень люблю. И у Палыча Палыча любит. Я люблю. Марс, Марс. А я люблю с орешками, которые. Беру с собой на работу с чайком. Вообще милое дело. Или перед пробежечкой, допустим, сил нет, кофейка налила с конфеткой, да, Палыч, скажи. Это Надюхе на раз. Вообще мы поехали за сефиром в шоколаде. Там продается сефир в шоколаде. Прям килограммовыми этими упаковками. Это мое. Это мое. Так, подожди, Сереж. Да я не тороплю. Тое, рассказывай раз, твое. Стоит 77,90 за килограмм, кстати. Что это? Великолепные сухофрукты для компота. Моешь их, заливаешь в большую кастрюлю воды. Насыпаешь грамм 50. Много не надо, потому что ягоды, как правило, не едятся. Ну, едятся, но очень мало. Какие 50? 50. 50 грамм, представляешь, что такое? Это столовая ложка. Из гульки. Вот именно. С колокольцем. Короче, засыпаешь маленько и варишь до закипания. Не маленько, а половину сразу. Я не добавляю ни сахара, ни соли. Ну, так же, как в каше, вы поняли. Павлович, никуда ничего не добавляет. Перца, перца до поля. А потом все посыпают. Яда, яда своего добавляет, если для меня. Ананасы кусочки. Кстати, вот для чего мы купили. Что ты будешь делать, Павлович? Вот с ананасами с кусочками. А, вы это узнаете, если подпишетесь на канал Петру Павлович. И посмотрите видосик. Уже салат с ананасами готовили. Видео есть на канале. Я где-нибудь здесь ссылочку на него оставлю. А еще мы любим... Сережа, ввели собаку. Сережа, пойдет сейчас. Мы любим запекать куриное пиле с ананасами, с сыром. Вот как-нибудь тоже видосик снимем. И обязательно на канале выложим. Да, Павлович? Так, ну и вот это... Ну и по мелочевочке пошли. Так, аджика. Аджика Янта. Я такую беру первый раз. Аджика. Она какая-то это. Я не знаю, что она это есть. Это острый томатный соус. Ну он вообще как бы вода, томатная паста, сахар, яблочное пюре. Она стоит буквально там 20 или сколько рублей. Я вам сейчас покажу аджику, которую я беру. Вообще аджика это перец. Почему здесь томатная паста и он такой консистенции? Я не знаю, теперь в что я его добавлять буду. Да подожди ты, я все расскажу. Зачем я это формат? Я беру вот такую аджику обычно. Вот такую, видно вам? Здесь прямо, да, здесь прямо аджика. Состав. Пюре, перец, красного острова, чеснок, свежий, паприка, соль, кориандр, хмели, сунели, укроп, базилик, сельдерей, регулятор кислотности и все, вода. Я добавляю аджику. Ну, везде, наверное, в супы, в тушу, когда мясо готовлю, в котлеты обязательно. То есть аджика у меня, ну вот это я не знаю, просто не было и взяла, но она какая-то даже по консистенции другая. Я там состав, честно говоря, не прочитала, поэтому и хапнула. Если вы знаете, что можно еще с ней сделать, напишите. Соус чесночный чили. Вот такой сладкий. Ну, вы поняли, Палыч здесь вообще не знает, для чего стоит. Нет, подожди, говорят же, втирай. Втирай, давай втрем тебе. Боня, несколько даметок. Бьянг какой-то. А, на колокольцах. Бьянг нельзя, это на колокольцах, но как-то. На колокольцах, на трех колокольцах. Зато... Свинеть буду. Зато будешь бежать из трех минут на километр. На самом деле, вот это моя любовь еще с Тайланда. Я очень люблю остро-сладкие соусы. И у нас уже тайские закончились, поэтому мы перешли на наши. Тайские закончились и не скоро начнутся. По всей видимости, не скоро начнутся. Вот такой. Ну, у меня он быстро уйдет с мясом, с салатом. Я вообще добавляю его везде, где можно. Я люблю острую пищу. И вот такой еще купила попробовать. Тоже огненный чини-соус. Стебель бамбука. Тут тоже написано, что вроде как сахар в составе есть. Вот если он будет похож на тайский, вот такой с семечками, то будет прям огонь. Я не пробовала. Попробую, скажу потом, как тайский или просто. Я брала какой-то похожий, но там сахара не было в составе. Здесь сахар на первом месте стоит. Поэтому я думаю, что он будет сладко-острый. И что, пакетик? И вот, великолепный пакет для ведра мог бы подойти, но... Но здесь дырка. А это отверстие. Отверстие. Ну, надеемся, что это видео оказалось, конечно же, не полезным. Но хотя бы немножко мы вас повеселили все-таки. Показали то, что мы видим на самом деле, а не какие-то там супер-купер там, да. Мы, у нас... Если мы все это съедим, то нам... У нас бывают такие кочели. То мы резко зазош, все, мы ничего не едим, мы там не едим с рамкой, отказываемся. То мы резко поглощаем все подряд. Мы вам говорим об этом честно. Да. Нет показаний. Чаще всего мы едим все подряд, а потом отрабатываем. Отрабатываем вообще. Вот сегодня у нас по плану двенашка. Двенадцать километров на очень метр. Да. Потому что все равно печенье и конфеты. Поесть захочется. Ну все, мы прощаемся с вами. Мы вас всех любим. Подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки, комментируйте. Жмите. На колокольца. Всем пока-пока. Да, стой ты. Бери соус. Для видео прокинуть на заставочек. Может вот так еще? А теперь просто. Все. Снято. Так. Сним Saturday. Снима. 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 Продолжение следует...